Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим про влоги канала Семья Бровченко. Но прежде чем приступлю к своему обзору, попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк и, конечно же, поделиться этим роликом в своих соц. сетях. Ну и нажать на колокольчик, тоже было бы здорово, чтобы вы были в курсе моих новых обзоров. Ну а мы переходим к Бровченко. Таня говорит, сейчас они покажут нам жизнь за кадром. По крайней мере, у них так называется их влог. И рассказывает нам Таня о том, что теперь она в свой ежедневник будет записывать, или уже начала даже записывать, по три рецепта салатов в неделю. Представляете, в общем, будет баловать свою семью изо всех сил. Бедная семья, хоть бы она не объелась теми салатами, представляете? А то говорит, так долго ничего не готовила, никаких салатов. Да вон всё. А теперь семья будет есть только салаты. Кроме того, она ещё и апельсин в духовке в мёде. Не в мёду, а в мёде. Из корицы запекает. Ну, запекает, как запекает. Но запекая в пирог, могу сказать, что в принципе никто не ел это дело, несмотря на то, что там вечно голодные дети. Никто в итоге не ел. Почему? Потому как, ну, во-первых, не аппетитно, во-вторых, я не думаю, что очень вкусно было. И плюс ко всему, Таня почему-то туда орехи не положила, потому как она сказала, что она орехи не ест. И плевать ей на остальных детей. И на мужа, да, на остальных членов семьи. Очень интересная позиция. Я не ем, значит, я это сюда класть не буду. А все, кто ест, это их проблемы. Так что вот так, Таня единоличница, можно сказать. Я, забегая вперёд, могу сказать ещё, что нашла я подобный рецепт в интернете. И там очень и очень симпатично выглядит этот запечённый апельсин в духовке в миду и с корицей. Правда, там орехи, но можно даже, если убрать орехи, то всё равно очень аппетитно апельсинит. Апельсинка выглядит. Но у Тани, конечно, да, совсем другая картина. И крайне не аппетитно всё это у неё получилось. Вообще, вы знаете, что касается всей готовки, в принципе, я чуть дальше буду говорить ещё и про выпечку. То я очень удивлена тому, что Таню, как девушка из Украины, украинка, украинцы, молдаване, у них в крови есть. Хорошая готовка, хорошее умение обращаться с тестом. Какие они там пекут пироги, какие торты пекут, какие куличи, какие другие изделия из теста, из дрожжевого, не из дрожжевого, в печи, не в печи, где хочешь. В русской печке сколько выпекают, какие борщи готовят на Украине. Это просто надо видеть. Но я очень удивлена тому, что Таня этого почему-то не умеет делать. Хотя, в принципе, она оттуда родом. Рецепт она один посмотрит в интернете, второй какая-то там знакомая даст. Третий рецепт она ещё где-нибудь увидит. В общем, всё это очень и очень удивительно. Хотя, казалось бы, да. Но, опять же, Таня остаётся Таней. Ну, а пока нам Таня рассказывает, сколько салатов в день она собирается готовить и как именно она собирается гастрономически баловать свою семью, Паша сдал экзамен. Пришёл, спустился вниз со второго этажа, где он сдавал экзамен онлайн и говорит, я счастлив, потому как я набрал 16 баллов из 18 возможных. Он сдавал историю. Говорит, ну это где-то между четвёркой и пятёркой. Хотя, в принципе, Таня говорит, что да, есть четвёрки у детей, есть пятёрки, но есть и тройки. Есть тройки, например, у Паши уже есть пятёрки, четвёрки, одна или две тройки, что-то около этого. У Тимофея четвёрки и пятёрки, у Ани где-то там вроде даже тройка проскальзывала. В общем, короче говоря, семейное обучение даёт свои плоды. Я так думаю, что если бы дети учились в школе, вообще образовательные, как и все это делают, а не были бы на семейном образовании, то дела у них шли бы лучше. Ведь как нравилось Ане, если я не ошибаюсь, изучать английский в группе до трёх человек. Был репетитер и вот эта вот группа, да, два-три человека, так называемых студентов, учеников. И очень нравился. Таня была в восторге от этой системы. Говорит, вот пока один готовится, второй отвечает. В общем, времени зря они теряют. В принципе, это принцип работы детей на уроке, в школе. Просто дети этого не знают. Мне так кажется, Таня тоже не особо это знает. Такое впечатление создаётся, что Таня, в принципе, в школе не училась. Хотя такого быть, конечно же, не может. Но она так была всем поражена, удивлена, что просто я была в шоке, когда она это говорила. И мне кажется, что результаты у детей были бы намного лучше, намного. Но Таня остаётся Таниной, решила, что семейное образование – это лучшее. Когда дети без общения, дети без опыта какой-то совместной работы над каким-то одним проектом. Да, вот это сейчас очень модно, кстати, да. Творить четыре человека, может быть, пять человек над одним проектом работают, что-то решают, сообщают. Где-то, может быть, какие-то спорные вопросы у них появляются. Это здорово. Но, опять же, дети Бровченко этого всего лишены по прихоти своих родителей. А дальше нам Таня рассказывает очень интересный рецепт салата Крабалье. Говорит, вот Крабалье нигде не найдёте, мол, это только их салат. А всё почему? Потому что он из двух салатов организован. Из крабовых палочек и салат Оливье. Ну, вот Крабалье, да. Казалось бы, если там крабовые палочки, крабовый салат и Оливье, то, по идее, салат надо было бы назвать Крабовье, а не Крабалье. Но на французский манер, видно, там одну букву заменили. Ну, как Таня остаётся Тане, что сказать. Ну, а дальше Таня говорит о том, что этот салат она впервые увидела в гостях у подруги. Подруга его купила где-то в супермаркете. И вот они стали есть. Очень ему Тане понравился. И решила она выяснить, что же за ингредиенты в том салате. И говорит Тане, вот она стала с этой подругой, вилочкой, аккуратненько, все ингредиенты рассматривать и откладывать в сторону. И записывать, что же это за ингредиенты были. И вот Таня выдает. Говорит, ну, были как две девочки-подростка, когда вот выбирали ингредиенты этого салата, рассматривали вилочками. Таня считает, что только девочки-подростки могут в салате ингредиенты выискивать. Или что Таня считает? Просто интересно. Я этого понять не могу. Странно немного. Но Тане, опять же, повторюсь, остаётся Тане хоть что-то и не делай. Таня тут же стала перечислять ещё те салаты сытные, которые можно есть просто так. Просто накормить семью салатом. Это оливье, это салат из крабовых палочек, это винегрет, это салат с селёдкой под шубой. И ещё она один вспоминает и не может вспомнить никак. Ну и Боря, который в качестве штатива, выступал сегодня в качестве штатива, говорит, свежий салат. Таня говорит, нет, свежий нет. То есть все остальные салаты, которые перечислила Таня, опять же, основываясь на том, что сказала Таня, на словах Тане, можно сделать такой вывод, что все эти салаты оливье, крабовый салат, винегрет, селёдка под шубой и так далее, это всё не свежие, да, уже с душком такие салатики. А свежий салат вот никак сюда не вписывается. То есть накормить семью сытно можно только не свежим салатом. Вот так. Может быть, Боря имел в виду салат из помидоров, огурцов, вот такого вот, не знаю. Но Таня отвергла, конечно, вариант свежий, не для тайных салатов, нет. А потом говорит, что шуба вообще специфический салат, и поэтому редко она его готовит. Вот так. Она вернулась снова к вопросу аллергии Максима, и говорит, вот, мясо, молочку и некоторые продукты не надо ему давать, потому как у него аллергия, у него непереносимость этого всего дела. Представляете? А много она ему давала мяса, много Максим ел молочных, каких-то супов, каких-то молочных продуктов. Просто я удивлена. Таня ему не дает толком и не может понять, что это было вообще, аллергия или просто, ну не знаю, какая-то другая реакция. Но, тем не менее, уже сразу она сама установила поставку диагноз аллергия, хотя, в принципе, врачи с этим не соглашаются. Ни аллергологи, ни педиатры. Но Таня остается Таня. Таня считает, что Максима аллергия, поэтому кормить Максима полноценно Таня не собирается, в принципе, как и всех остальных своих детей. Оф, нет слов. Как дети будут расти, где брать организм, строительный материал для роста и развития, я не знаю. Она нет нормального питания, соответственно, нет нормального комплекса витаминов, жиров, белков, углеводов. Недополучает от этого всего дети, наверное. Таня с ними тоже вот так вот, когда они были в возрасте, Максима носилась по врачам и доказывала, что вот у него аллергия на тот или иной продукт. Поэтому я его этим кормить не буду. Хоть и врачи говорили обратное, что нет никаких аллергий, может быть, какая-то другая реакция, но никаким образом не аллергическая. Апельсин Таня, говорит, попробовали. Думаю, обалдеть, вот апельсин как раз аллерген. Но нет, говорит, очень хорошо пошел апельсин. Так если даже апельсин пошел, значит все остальное тем более пойдет. Но нет, Таня этим ребенка кормить не собирается, поэтому вряд ли дети будут есть нормальную какую-нибудь еду и нормальные витамины получать из еды. Я очень сомневаюсь в том, что Таня идет в аптеку и покупает комплекс минералов и витаминов в таблетках детям. Хотя, в принципе, весной и осенью надо это дело пропивать детям. Иначе они просто недополучат какую-то часть витаминов. Они учатся, они сдают на семейном образовании, они сдают каждый предмет. Если в школе не надо сдавать каждый предмет, экзамен по каждому предмету, то я, насколько поняла, на семейном образовании они сдают экзамен по каждому предмету. Даже насколько труднее учиться, насколько больше нужно сил, энергии и вообще усидчивость должна быть какая-то. И мозговая деятельность должна быть очень и очень хорошая. Опять же, откуда ей взяться, если недополучают дети витаминов, даже из еды. Ну, в общем, короче говоря, не знаю, на что Таня надеется. Он, как я уже говорила, вышел, детей уже тройки пошли. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, в итоге откажется Таня от этого семейного образования. Дети будут ходить в школу, как и все остальные. И у них будет и общение будет, и опыт. Может быть, и положительный, и отрицательный опыт общения. Но это тоже опыт, даже если он и отрицательный. Это надо для развития, для адаптации в обществе. А дети в Ровченко видят только друг друга, да и всё. И всё, репетиторы они видят только в экране компьютера, в мониторе компьютера. И всё, больше они ничего не видят. Странно это всё, конечно, очень странно. Почему Таня лишает детей детства? Я понять не могу. И нормального питания. Но это в первую очередь. Ну, а дальше Боря-старша стала рассуждать. Говорит, ну, конечно, вот у одного ребёнка по математике может быть тройка, а у другого тоже по тому же самому предмету, по той же самой математике может быть пятёрка. А всё почему? Потому как дети разные, и у кого-то, может быть, математический состав ума. Состав, не склад ума. Гуманитарный или математический. Нет, состав ума. Я так подозреваю, что Боря тоже в школе не учился всё-таки, как надо. Или тоже был на семейном образовании. Ох. Ну, а дальше Таня пошла ещё дальше. Масло масляное, да? Таня пошла ещё дальше и заявляет. Говорит, вот мы сегодня можем быть здесь, завтра можем быть там. По дому я тоже перемещаюсь очень быстро. Дети говорят, ой, мам, только что ты была на втором этаже в этой комнате, а сейчас ты уже на первом этаже где-то там на кухне. Таня говорит, вот. Это как называется? Боря, как это называется? И оба взрослых сошлись на том, что это называется материализация. Таня говорит, я материализовалась здесь. Потом материализовалась там. Боря, как это называется? Кто говорит, материализация. Да-да, Таня, ты всё правильно говоришь. Это называется, Таня, телепортация. Но тебе, видимо, такое слово вообще не знакомо. Да, конечно, ты сначала тут появилась, исчезла здесь, появилась там, материализовалась, простите, там, да. Но, в принципе, весь процесс называется не материализация, весь процесс называется телепортация. Ой, радуются, бровчинки, особенно Таня, радуются тому, что вот пятница, наконец-то, они так ждут этот день, это выходной их просто. Ну, интересно, выходной от отдыха у вас или как? Так, вы работаете, вы перетруждаетесь, вы ежедневно там, не знаю, встаёте в 4-5 утра, идёте, хозяйство какое-то накормите, напоете, да, корову надо подарить, потом на работу пойти, потом ещё детей уроки проверить. И вот прям так уматываетесь, всю неделю уматываетесь, что вот суббота у вас, слава богу, есть и воскресенье. Целых два дня выходных и пятница, прям ваш самый счастливый день недели. Уникально. Ну, вот таким вот получился у меня обзор влогов канала Семья Бровченко. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.